Мы приехали в Бордо на футбольный матч. Футбольный матч Бордо-Тулус. И, в общем-то, туда мы сегодня пойдем. Большая бордошная черепаха. Залез. Залез. Черепаха-ниндзя, не? Почти. А, смотри, у нее человечек маленький. Эта черепаха-гигант. Видишь, у нее какой человечек сидит. И тут надписи какие-то. Очень крутая, кстати. Мне нравится. Бордо. Тут карта чего-то. Правда, сложно разобрать, чего. О, а вот еще маленькая, смотри, с ней рядом. Да? Ага. Ой, кстати, арочка тоже такая прикольная. Симпотная. Ой, поезд. Чей этот? Не поезд, а трамвай получается. Видали какой? Привет. 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 Мы сейчас в Place de la Victoire. Так же, у нас много кафе и ресторантов. А потом, через эту аршу, мы поехали на Санкт-Петербург. Это такая очень длинная, самая длинная в Бордо улица. Вот вам на эту камеру плохо видно, но в принципе мне и так плохо. Следующий конец закончится, она вообще не знаю, ну километр наверное точно есть. И это мы уже прошли какую-то часть, еще километр, но очень длинная улица и здесь куча магазинов, куча ресторанов, в общем все для туристов. Хотя в общем-то Бордо, я бы не сказал, что очень туристический город, наверняка вы знаете вино, этим знаменит этот город в основном, но еще что-то есть. Надеюсь будет видно через стекло робот какой, клевый, модный, из разных запчастей непонятных. Мне кажется это все относится к проекторам, кинопроекторам или что-то в этом духе, не знаю, но прикольные. Маленькое перекрестие, но все равно еще идем до сих пор по этой улице, она еще не закончилась. Там вон сзади, смотрите сколько мы уже прошли, и еще идти, идти, довольно длинная. Смотри не булькни Артур. Давайте попробуем прочитать, что-то написано. Артур, читай, читай. Это на трех языках написано. Ты должен вот этот читать, это на английском, это на немецком. Написано, воду пить нельзя, не питьевая вода. В общем-то я думаю ты бы и так догадался, да, что она не питьевая. Вот здесь еще написано про эту штуковину, не знаю как ее назвать, Арка. Вроде не Арка, поскольку прохода нет. Вот здесь вот можно про нее прочитать. Кому интересно нажмите на паузу и займитесь французским. Для меня сложновато. Улица Сен-Катрин называется в Бордо. Если вдруг кто-то заглянет, то как бы вот это главная улица, куда вам, я думаю, захочется в первую очередь поехать. Много магазинов, ну и вообще архитектура красивая, все прикольно. Сейчас кстати выходной, людей здесь не так много и обеденное время соответственно. Обычно здесь вообще забито, просто протиснуться нельзя. Очень много людей. Так, ну мы дошли почти до конца улицы, вот там заканчивается. Но нам сейчас, мы хотим сюда пойти, там какой-то ресторан. Вот кстати видно, может быть сколько мы прошли всю всю эту улицу. Довольно таки она большая, прикольная. Сейчас мы поворачиваем направо. Очень много ресторанов, видите, всех национальностей. Вот индийский, рядом сразу японский ресторан есть. С той стороны был итальянский. Ну в общем, всех стран, всех национальностей из разных ресторанов. Мы сейчас ищем какой бы нам больше понравился. Будем тоже принимать пищу уже обеденное время. Так что готовьте, готовьте и вашу пищу. Будем вам желать приятного аппетита. Будем кушать вместе, чтобы это не выглядело как-то некрасиво с моей стороны. Надеюсь, вы смотрите в обеденное время. Ну или ужин, что там у вас. Смотрите, мы выходим на какую площадь симпатичную. Большая, красивая. Архитектура здесь в Бурдо, кстати, очень-очень клевая. Она такая старинная и сильно отличается. Много таких именно старых красивых домов. Я не знаю, я не очень, конечно, разбираюсь в названиях, но красиво. Это то, что я могу сказать. Смотрите, здесь вода красного цвета. Ну, я не думаю, что это какая-то ржавчина или что-то. Да, это для... Видно, вот оттуда она прямо розовая течет, специально крашеная. Красивые там тетки с кувшинами стоят. Смотрите, у них течет. Они текут. Ну, то есть, явно это специально покрашена вода. Прикольный фонтанчик. А там, может, вот там видно вам мостик. Это река Гарон называется. Гарон. Возможно, вы слышали о такой реке. Довольно-таки большая, но оно и видно. Не знаю, пойдем мы сейчас ближе к ней или не пойдем. Там через дорогу неохота. Наверное, не пойдем. Мы все до сих пор ищем ресторанчик. Поэтому мы сейчас посмотрели площадь. А на самом деле потом вернемся обратно на ту улицу, с которой мы пришли. Блин, я сейчас... Смотрите, там как красиво. Пар идет от воды. Ну, ладно, сейчас пойдем. Все-таки ближе подойдем, решили посмотреть. Интересное явление. Нет, это все-таки не туман. Я уже вижу, там специально какой-то дым пускают. Вон оно из... Ну, сейчас мы туда подойдем. Сначала возьму такой план со стороны, а потом ближе сейчас посмотрим. Специально пускают какой-то такой дымок. Пар. Красиво, красиво. Вот, посмотрите, там какая красота вообще. Так вот идет уличка, там церковь какая-то старинная. Тут мост. Не очень красивый город. Не знаю. По-моему, здорово выглядит. Мы идем смотреть на этот вот дымчик. Вот они. Какие-то непонятные дырочки, из которых специально идет какой-то непонятный пар или что это такое. Просто для красоты вот так сделано. Ну, прикольно. Забавно. Можно кино снимать. Фотографироваться здесь интересно. Ну, конечно, если вы умеете фотографировать в дыму и тумане, поскольку со вспышкой у вас ни черта не получится. Это я вам как профессиональный фотограф говорю. Пустой на месте. Ты далеко. Он уже улетает. Все, он уже заканчивается. Видишь? Там уже выключили его. Не идет больше. Едете. Сейчас. Иииии... Хагвария. Ну, это, конечно, неправда. Крутые модные трамваи. Но не двухэтажные, кстати. Мы в Париже были, там были двухэтажные. Ну, правда, не трамвай, а как электрички. Все, дым закончил. Такое развлекательное шоу на несколько минут. Дымок этот пускает, много людей прибегает, фоткается. И все, и убегает обратно. А вот та самая река, она большая. Большая, очень большая. У нас сейчас, вот я снимаю конкретно, у нас третье, нет, вру, второе ноября. Сейчас второе ноября. Кстати, по температуре сегодня похолодало. Сегодня 15 градусов тепла. А вообще мы уезжали из нашего города. Там было солнце и жара было. Здесь вот, видите, похолоднее немножко. Так, посмотрите, какая она мутная. Вау, она мутная. Блин, ну круто. Не знаю почему, но мне нравится. У меня на море, вот на океан мы ездили, мне как-то не так это вставило. А здесь красиво, интересно. Атмосферненько. Атмосферненько, да. Атмосферненько. Кино тут снимать вообще на ура. Про Европу, про какую-нибудь. Ну, знаете, как любят голливудские боевики. Какой-нибудь Джейсон Борн приехал сюда и давай тут шпионить. Летать на какой-нибудь европейской машинке по всему городу. А потом, да. А потом в Москву и на Волгу. На желтую такси. Тыдыщ. Залез. Памятник. Стой теперь тут. Неделю. Замри. Стой и замри и стой. Так, не шевелись вообще. И тебе денежки будут бросать. Только в красивую позу какую-то надо замерить. Такой, типа ты. Халк. Или Спайдер-мен. Давай вот так становись, как Спайдер-мен. И вот так и стой. Мы пойдем, а ты стой. Придем за тобой завтра. Замри и не шевелись. Не хочешь? Ну, вот видишь, трудная эта работа быть. Как они называются, правда, я не помню. Которые стоят за... О, а теперь, видите, был туман. А теперь здесь включили водичку. Очень небольшой... Небольшой уровень. Артур, не ходи, не ходи. Видите? Ну, а потом, я думаю, потом... Еще здесь могут фонтанчики забить. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Побежал. Так, нам нужно переходить опять на ту сторону. И сейчас придется кнопочку нажать. Иначе они тут никогда не остановятся. Сами по себе. Опа! И ждем. Кстати, я вам почему-то забыл сказать. Вообще, поздороваться с вами. Почему-то я забыл об этом. Но я сделаю так. По-хитрому. Все-таки, искусство монтажа. Я сейчас скажу. Привет всем! Вы на канале Кэп ТВ! Сегодня мы едем в Бордо на футбол. Вот. А потом, я вот этот конкретно кусочек вырежу. Ставлю его в начале. А то, что сейчас, говорю, останется там, где должно остаться. В общем, вы уже поняли. Мы приехали в Бордо на футбольный матч. Футбольный матч Бордо-Тулус. И, в общем-то, туда мы сегодня пойдем. Ну, естественно, немного там поснимаем. Как там ультрасы французские орут. Бесятся. А перед этим мы сейчас зайдем все-таки, надеюсь, найдем ресторанчик какой-нибудь клевый. И покушаем перед футболом. Так, ну, кажется, мы выбрали ресторанчик. Вот в этот пойдем. Вроде бы недорогой и такой цивильненький. Так, на первом этаже места нет. Идем на второй. Ну, вот нам принесли такая вот, это, ну, как бы для начала, я не знаю, аперитив. Едим сначала это и вам приятного аппетита, если вы тоже кушаете. А если не кушаете, то покушайте. Я прям как Макс 100-500. Все, приятного аппетита. Есть хочу, не могу, выключаюсь. Вот в чем я практически не сомневаюсь, так это в том, что у нас очень-очень маленький процент людей ест мясо с кровью. Здесь это классика. Здесь, здесь, вот сейчас я вам покажу прожаренное мясо, которое считается, ну, сильно прожаренным. Смотрите. Видите, и это, и это называется сильно прожаренным. То есть, это почти без крови. Представьте, что, что из себя представляет мясо без штек с кровью. Но, кстати, хочу вам сказать, это вкусно. Ну, то есть, у нас бы я, наверное, такое не рискнул есть, просто страшно. А здесь, поскольку контроль серьезный очень, то, в принципе, я попробовал уже пару раз. И мне понравилось. Это прикольно. Оно такое сочное получается. Ну, какое-то такое совершенно другое ощущение от мяса. Это в фильме Минпл. Ну, надо сказать привет. Это значит, привет. Привет. Слушай, я сенегазин. А, ну, я здесь. Привет. Привет, Алан. 37 лет, феликбатер. Украинские, симпатичные. Вот, вот. Я в Бордо. Спасибо большое. Так, ну что, нам принесли вторую часть. Не знаю, посмотрите, как это выглядит. В принципе, ничего особенного. Просто мясо и картошка. У разных, у всех разное мясо. Это магре. Как ее? Утиное, короче. Это тартар. В общем, вы поняли. Я прошу прощения, я забыл, блин, снять десерт. Это уже теперь вспомнил, когда уже все почти съели. Черт возьми. Ну, вот там был... Это два шарика мороженого, политые каким-то жидким шоколадом. И здесь еще выдавленный крем какой-то был. В общем, у всех разное. Извините, не снял. Так, ну и скажу, наверное, напоследок. Мы закончили. Наверное, вам интересно, сколько это стоило. В общем-то, я думаю, ради этого я и показывал, что мы ели и что вошло как бы в это. Стоит это на одного человека вот... Ну, это как они называются, я точно не помню. Ланчи, не ланчи. В общем, когда за одну цену уже там список какой-то, вы просто выбираете. Одна и та же цена, просто несколько вариаций какой-то еды. Кстати, я покажу хоть ресторан, то снимаю посуду грязную. Вот. И 12,90. То есть 13 евро стоит на одного человека вот это кушанье. Так что вот так вот. В принципе, как бы это такое и не дешево, и, честно говоря, не особо дорого относительно. И вот она моя слабость. Такой магазинчик с фигурками. Я, конечно, от этого обалдею. Да, я думаю, многие. Вот в нашей группе фигурочной, я думаю, вы забалдеете. Смотрите. Игры Game of Thrones, Walking Dead, Дэрил. Маленькие. Есть еще там. Но, к сожалению, он сегодня закрыт. Это, конечно, большое сожалению. Вот они мышечки какие-то. В них я не спец. А ну-ка, смотрим. Вот тут с этой стороны самый кайф. Посмотрите на этого кайфа. Большая морда хищника. Там трупперы прикольные. Люк, Скайуокер, Чубака. Чубака. Йода. Супер. Здесь всякие Марвелы и DC-шки. Вон, Бэтмен на коне. Клево. Прикольный. Эх, шикарные вещи. Шикарные. Смотрите по ценам. По анимешке. Я не знаю, если вам не видно, то я буду называть. 35. Например, этот маленький 20. Таширо Хиджиката. 33. Эти побольше. 83. Вот эта большая. Вообще 285. Дальше у нас кто тут есть? 115. 35. Давайте-ка эти Марвеловские. 70, 100, 40. Вот Найт Винг 145. Там он шикарный. Очень Джокеры. Мне очень нравится. И Бэтмен, и Джокеры классные. Не видно, сколько они стоят. Капитан Америка спиной стоит. Тоже клевый. Катабукиевский. Там вон енот. Знаменитый нынче. Вот этот большой Бэтмен 400 евро стоит. Ну, то есть, в принципе, смотрите внизу. Чубакка 450. Люк Скайуокер 300. Этот маленький Трупер 70. Ну, вот я точно знаю Нековские цены. Вот этот хищник маленький. Нековский. Здесь он стоит 32 евро. Это дорого. То есть, ему красная цена 18. Ну, 20 евро. Это максимум. А тут можно понять, насколько, в принципе, дороже. Но, с другой стороны, оно и, наверное, понятно. Большой магазин в центре города. Рассчитаны больше на туристов, а не на знатоков фигурок. Ох, как бы я хотел себе что-нибудь клёвое прикупить. Я раньше очень сильно увлекался этим. Собирал. У меня была большая коллекция Джейсонов. Вот Assassin's Creed. Была большущая коллекция Джейсонов. Я любил в основном 7-дюймовки. Там Месковские, Нековские. Все у меня и старые были. Очень классные. К сожалению, потом пришлось с этим всем расстаться. Но, надеюсь, может быть, когда-нибудь я снова соберу эту коллекцию. Потому что Джейсон и Майкл Майерс. Это вот два таких модных. Хотя я много люблю. Вот по Звездным Войнам. Вот тех, например. Вон там вдалеке два Трупера Катабукиевских. Блин, они клёвые. Они клёвые. Я бы их хотел прикупить. Может быть, когда-нибудь вернемся, когда магазин будет работать. Шикарные, товарищи. Вот этот большой бюст хищника 379 стоит. Это из второй части, товарищи. Билетики. Вот так выглядят билетики Кстати, сегодня матч Бордо против Тулуз Это два города французских, если вы не знаете То есть чемпионат Франции и Бордо с Тулуз То есть, по большому счету, север против юга И в этом главное достояние Спасибо 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 Что, последняя секунда матча Все, матч закончился 2-1 Бордо выиграло у Тулуз 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 2-1 Спасибо за просмотр! Бордо победили со счетом 2-1, к сожалению, я гол Тулуза не снял, ну да, в принципе, там и не видно было бы ничего через все поле на GoPro. В общем, вот такая поездочка, надеюсь, вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, если не подписаны, и до новых видосов!